Приветствую вас, я и свой ответ я, пожалуй, начну с того, что скажу, что именно решение, которое вы обозначили здесь в своем ответе, принимает только вам. Потому что мы не можем взять ответственность за вашу жизнь, и не будем принимать решение за вас. Это было бы неправильно и являлось бы нарушением профессиональной этики. Поэтому, в частности, касающиеся решения проблемы, я надеюсь, что вы понимаете, здесь только вам придется делать выбор. А что можем сделать мы, простые вы? И я отвечу, что мы можем помочь вам увидеть ситуацию под другим углом. В принципе, это уже сделали мои коллеги отчасти. Они помогли вам немножечко увидеть ситуацию под тем углом, который помог вам, что-то для себя новое. Что-то для себя интересное пояснить, и я надеюсь, что это послужит начало. Но, есть и другая проблема. Проблема заключается в том, что вы сейчас находитесь в зависимости от своего мужа, как я понял. То есть, вы бы вышли из отношений, потому что они себя изжили. Вы бы ушли из отношений с радостью, хоть сейчас, но вам не дает именно то, что вы ничего не получаете. Вы ничего не имеете от этих отношений. И из-за этого вас именно удерживает то, что мужчина, в принципе, готов к соревнователям, только если все происходит так, как хочет он. Знаешь, что? Допустим, он действительно является тираном, да, то есть, он делает все только то, как он хочет, но при этом абсолютно не слушает вас, да, совершенно не считает вашим мнением и так далее. И в этом случае, в этой ситуации, вам нужно себя спросить, а почему человек так себя ведет? Ведь, если мужчина является тираном, то всегда на это есть своя причина. Как правило, тиран боится чего-то, тиран опасается потерять контроль над человеком. Ну, например, в данном случае над вам. Он просто боится потерять контроль. И возникает вопрос, а чего, собственно говоря, мужчина боится? Чего он опасается? Почему человек придерживается только своего сценарика? Прежде чем решать вопрос, уходить вам от него или нет, постарайтесь ответить на такой запрос. Чем продиктовано желание мужчины следовать только своему сценарию? Чем для него опасен другой сценарий? Чем он руководствуется, когда не слушает вас? Например. Если у него есть какой-то страх, допустим, если он чего-то боится, допустим, если что-то вызывает у него, ну, опасения, скажем, да, если что-то вызывает у него какое-то негативное переживание. Например, ему кажется, что если он не последует своему сценарию, а согласится на что-то с вами, то это будет для него означать какое-то поражение, какую-то негативную реакцию и прочее. Почему? С чем эта реакция связана? Вот на что вам нужно понять. Если мужчина действительно чего-то боится, постарайтесь ему помочь в этом. Постарайтесь разобрать его страх, постарайтесь помочь ему лучше себя понять. Постарайтесь показать ему мягко, что ничего страшного и в том, что он послушается где-то вас в чем-то. Нет, наоборот, это даже хорошо. Для этого, для того, чтобы так все произошло, нужно небольшое, ну, несколько условий. Первое, чтобы мужчина все-таки испытывал сам негативные последствия своих вот этих вот страхов. То есть, чтобы он сам чувствовал какой-то негатив от них, чтобы он стремился исправить эту ситуацию. Вот на данный момент он ее пытается исправить через патронный контроль, через диктацию. Ну, понятно, что это негативное поведение. Понятно, что она ничего хорошего не даст. А какие еще есть пути? Может быть, мужчина даже не пробовал. Может быть, мужчина даже не может представить себе, если есть какие-то другие способы исправить ситуацию. Вам нужно ему их показать. Если вы видите только, что он сам этого хочет. А если он не хочет, то, естественно, никак вам не получится ничего ему объяснить. Это момент, который касается его. Теперь касается вас. Если вы сами знаете проблему его. Знаете, какие у мужчины страхи, какие у мужчины там, не знаю, проблемы, чего он боится, чего он опасается и так далее. А если вы все это знаете, то тогда, конечно же, помочь ему можно только тем, что постепенно, постепенно показываете внутреннюю сторону его проблем. Постепенно, 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 постепенно вы, как бы, наталкиваете мужчину на решение его собственных проблем. И в этом случае, в случае вашего желания, в случае вашего терпения, вашей выдержки, вашей целенаправленности, вы можете реально ему помочь и тем самым сохранить свою семью. Только в этом случае имеет смысл вашу семью сохранять. А если у человека нет никаких проблем. Если человек просто выбором, волевым, так сказать, актом воли, доброй воли, свободной воли, принял решение так себя вести. Просто потому, что он считает данное поведение, свое поведение, правильным. Просто потому, что ему кажется, что то, как он себя ведет, наиболее идеально и наиболее полезно для всех. Ну, для вас и для детей. И в этом случае, в этой ситуации, у вас нет никаких возможностей, никаких средств для того, чтобы его переубедить. Потому, что он взрослый человек, у которого есть свои устоявшиеся взгляды, свои устоявшиеся принципы. И он этими принципами и взглядами не поступится. Ни ради чего. Потому, что тогда получается, что он жив напрасно. Тогда получается, что все его цели, все его востребления были ложными. А это человеку признать очень сложно. И практически невозможно. Более того, в силу защитных механизмов работы своего сознания, человек не пойдет на такое. Только очень сильное критическое переживание заставит человека посмотреть часть своих взглядов. Но и то не всегда. И то не факт. И насколько критическим должно быть переживание. Психологией критическим переживанием называется то, которое меняет взгляды человека. Меняет его цели, меняет приоритеты и меняет ценности. Хорошо. Но одни и те же переживания разными людьми воспринимаются по-разному. И никто не может гарантировать, что именно конкретное критическое переживание, которое вы, например, сами для себя опоздали. Вы, например, установили как таковое, окажет соответствующее влияние на мужчину. Никто не может этого вам гарантировать. И потому, как вы видите в случае, если поведение мужчины является осознанным и волевым, то сделать вы в этой ситуации мало что можете. А точнее говоря, вообще ничего не можете. Если бы вам не тратить свои силы, время и нервы впустую, лучше будет вам расстаться тогда. Потому что от того, что вы ссоритесь, от того, что вы ругаетесь с мужем, от того, что вы постоянно находитесь в нервном напряжении и прочее, страдают не только вы, но и ваши дети тоже. И, как это не парадоксально, но в отличие от детей, ой, раз, прощай, отмечать вам, дети страдают тут еще более сильно, чем вы. На них более губительно сказывается то, что вы постоянно ссоритесь. Поэтому решение принимаю вам с учетом всех тех обстоятельств, которые я вам назвал. Надеюсь, это поможет вам разрешить свою проблему, понять, какая ситуация ближе находится к вам, какая ситуация более соответствует действительности, вашей действительности. И в зависимости от этого вы примите решение. Хочу заметить, что вам нужно достаточно плотно рассмотреть оба варианта развития событий в ваших отношениях, чтобы сделать максимально верное решение, чтобы совершить его принятие. Потому что если решение вы сделаете неправильно, неверно, то потом можете жалеть. А жалеть, судя по всему, у вас очень даже есть о чем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А вам я желаю всего доброго и удачи.